Приветствую всех дорогие друзья. В этом видео предлагаю вам посмотреть на первые тесты RTX 3060 Ti, разобраться будет ли PS5 последней консолью и узнать когда Intel перейдет на 5 нанометров. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с новостей из красного лагеря. Думаю многие знают, что еще с процессорами Zen 2 AMD представила технологию Precision Boost Overdrive. По сути она является функцией автоматического разгона CPU и позволяет легко нарастить частоты Boost режима. Сейчас же стало известно, что в ближайшее время красный расширит этот набор инструментов, выпустив вторую версию. В прошивке Agessa 1180, релиз которой ожидается в начале декабря, появятся дополнительные оптимизации алгоритмов Precision Boost Overdrive. Пожалуй самым главным нововведением станет инструмент Curve Optimization, который отвечает за адаптивное снижение напряжения. По сути этот инструмент можно назвать андервольтингом в автоматическом режиме. Он задействует встроенные в CPU датчики, автоматически регулируя напряжение в зависимости от характера нагрузки. И это в свою очередь положительно скажется на энергопотреблении процессора и его температурном режиме. Если же говорить о приросте быстродействия от активации новых технологий, то согласно оценкам AMD однопоточное быстродействие Ryzen 5000 вырастет примерно на 2%, в то время как многопоточное на 10%. Это довольно неплохие показатели, ведь вы только представьте Ryzen 5 5600X с приростом около 10% в многопотоке. Это было бы очень неплохо, хотя лучше бы он появился в продаже. А тем временем один энтузиаст уже протестировал новую технологию на плате X570. Он взял Ryzen 9 5950X в паре с оперативной памятью на частоте 4000 МГц и таймингами CL14. Ему удалось разогнать процессор до 4,7 ГГц со всеми активными ядрами. При этом вольтаж был выставлен на 1,2 В. В таком разгоне он прогнал систему в Cinebench R23 и получил на 3% больше попугаев, чем у 32-ядерного 3Dripper. Ну а из лагеря Родионов прилетели первые фото видеокарт RX 6800 в исполнении Red Dragon. Компания PowerColor решила сделать для них довольно строгий дизайн, который очень схож с эталонным AMD. А вот из синего лагеря появилась партия интересных новостей. На днях компания Intel выпустила материал, в котором утверждает, что ноутбуки с мобильным процессором Tiger Lake обеспечивают намного лучшую производительность при работе от аккумулятора, чем аналоги на платформе Ryzen 4000. Они протестировали пять ноутбуков на разных процессорах в PCMark 10 при включённом режиме высокая производительность. И им удалось выяснить, что в Office 365 ноутбуки AMD испытывают снижение производительности до 38 % при питании от батареи. В тесте в WebXPRT производительность систем AMD упала до 48 %, а в Sysmark 25 упала на 30 %. По мнению специалиста Intel, мощность AMD растекается по сковороде при отключении от сети, устраняя различия между моделями Ryzen 7, Ryzen 5 и Ryzen 3. Но не стоит забывать, что в данной ситуации Intel имеет предвзятое и необъективное мнение в рассматриваемом вопросе, так как процессоры Ryzen 4000 навязали им серьёзную конкуренцию в мобильном сегменте. Также стало известно, когда Intel всё-таки перейдёт на 5 нанометров. Уже давно ходят слухи, что это случится в 2022 году, но более точная информация появилась только сейчас. Ресурс TechNews сообщил, что первые 5-нанометровые процессоры Intel сойдут с конвейера TSMC в 2022 году и ими станут модели класса Core i3. Однако не уточняется, к какому сегменту они будут относиться. Ещё стало известно, что компания IO Interactive тесно сотрудничает с Intel. Результатом такого партнёрства должна стать максимальная производительность и оптимизация в будущем стелс-экшене Hitman 3. Разработчики планируют добавить в игру оптимизацию для процессоров с числом ядер более 8 штук. И давайте перейдём к тестам видеокарты RTX 3060 Ti, которую уже успели прогнать Washes of the Singularity. По итогу теста младший представитель архитектуры Ampere оказался медленнее, чем решение серии RX 6000, а также RTX 3070, но это вполне было ожидаемо. А вот если взять результат в 7900 баллов и сравнить его с 7000 у RTX 2070 Super, то можно понять, что новинка окажется явно быстрее. А видеокарта RTX 2080 Super может обеспечить до 8400 баллов в разгоне, что примерно и есть уровень RTX 3060 Ti. Также в сети были замечены результаты тестирования 3060 Ti в Geekbench. Если вам интересно на него посмотреть, то можете поставить видео на паузу. А я хочу рассказать об одном не очень приятном для геймеров тесте. Новинку уже протестировали в майнинге и она показала результат в 61 Мхэш, что чуть ниже 65 у 3070. Это было вполне ожидаемо, так как память у видеокарт одинаковая. Но такой результат точно заинтересует майнеров, ведь видеокарта должна стоить примерно на 100 долларов дешевле старшего брата, а приносить будет столько же. Кстати, примерно такой же результат имеет видеокарта RX 6800 XT, но стоит она ощутимо дороже. И давайте взглянем на новые подробности о мобильных видеокартах Ampere. На сегодняшний день топовые игровые ноутбуки с видеокартами уровня 2080 Super выпускаются только на платформе Intel. А аналоги с процессорами Ryzen зачастую ограничены более медленными ускорителями. Но уже в следующем году ситуация изменится к лучшему. Ресурс VCC FTech рассказал, что видеодаптеры RTX 3070 и 3080 можно будет встретить в устройствах на базе как Intel, так и AMD. А уже в январе 2021 NVIDIA намерена представить три ускорителя RTX 3080, 3070 и 3060. О младших моделях по прежнему будут стоять 1660 и 1650 Ti. Плюс ко всему NVIDIA уже отправила партнёрам рекомендации по выбору железа для игровых ноутбуков. Например, для устройств с RTX 3060 понадобится процессор Core i5 или Ryzen 5, а 3070 и 3080 нуждаются минимум в Core i7 или Ryzen 7. А уже в этом квартале комитет S&P 500 подтвердил намерение включить акции Tesla в соответствующий индекс, что послужило дополнительным толчком для роста курса ценных бумаг. И если только в январе этого года Илон Маск занимал 35 место в мире по богатству, то теперь он подвинул со второго места Билла Гейтса, который до этого всего лишь раз уступал позицию конкурентам за всё время существования рейтинга. По версии Bloomberg, Илон Маск сейчас второй богатейший человек в мире с личным состоянием в 128 миллиардов долларов. И давайте посмотрим, как PS5 постигла участь видеокарт. До запуска самой PS5 её хвалили за почти бесшумную работу и качественное охлаждение, однако сейчас выяснилось, что не все элементы консоли имеют низкие температурные показатели. Например, одна из банок оперативной памяти GDDR6 в нагрузке нагревается до 93,3 градуса. И это при комнатной температуре всего 23 градуса. Но паниковать не стоит, ведь критическая температура помечена компанией Micron как 105 градусов, однако очень жарким летом температура вполне может достичь этой отметки. А вот одни аналитики поделились прогнозом касательно будущего консолей как устройств. По их мнению PS5 и Xbox Series станут последними домашними приставками, ведь в будущем их заменят облачные сервисы. На это отреагировал сам директор Sony и в интервью заявил, что он провёл большую часть своей жизни в PlayStation, слушая как люди говорят ему, что текущее поколение станет последним, так как появится нечто заменяющее консольную модель. Он уверен, что эти люди действительно мудрые и образованные, но в этом вопросе они пока стабильно ошибались. Он считает, что облачные технологии вероятно усилят свои позиции в следующие годы, хотя сложности с их бизнес моделью и технические проблемы всё ещё остаются. А согласно интервью, взятому у директора по играм службы Google Stadia, в настоящее время порядка 200 студий создают 400 игр для Google Stadia. И эти новые проекты планируются выпустить в течение следующих нескольких лет. Он отметил, что его команда почти закончилась с 2021 годом и они сейчас уже думают о 2022 и это их цель, а 2023 год это то, к чему они стремятся. Лично мне кажется, что облачный гейминг действительно может сменить консоли в следующем поколении. Ведь купить дешёвую приставку для трансляции 4К намного дешевле и выгоднее, чем покупать консоль, которая стоит в разы дороже и всё равно не дотягивает по картинке до ПК, собственно как и облачный гейминг. А как думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях, мне будет очень интересно его почитать. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.